Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Александрович Ковалев, заведующий отделением от ариноларингологии филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Михаил Александрович! Очень рада видеть вас в нашей студии. Давайте сегодня поговорим о заложенности носа. Нос – очень важный орган для каждого человека. Он является как фильтром для всего организма. Через нос проходит воздух, который проходит предварительную подготовку. Он очищается, он увлажняется, он согревается, регулируется носом интенсивность вот этого воздушного потока. А вот все-таки в чем причина заложенности носа? Почему она возникает? Причина заложенности носа может быть разная. Когда мы говорим об острой заложенности носа, как банальный насморк, который бывает, здесь все понятно. Каждый человек свой организм знает лучше любого доктора и знает, как он себя будет проявлять при простуде. То есть у кого-то начинает свербить в носу, у кого-то в горле, у кого-то голод сразу пропадает. Кто-то заранее знает, что в ближайшее время может заболеть простудным каким-то заболеванием, потому что он знает, что вот здесь вот щекочек где-то в правой половине ноздря. Поэтому он уже… Первый звоночек такой. Это первый звоночек, который у него регулярно в течение многих лет, один-два раза в год в какой-то межсезонье у него появляется такой звоночек, и он уже знает, что вот сейчас я побрызгаю вот эти капельки, закапываю вот эти капельки и чуть-чуть переболею, и все пройдет. Это норма или все-таки человек должен насторожиться, если он более чем один раз, например, в году болеет, такая ситуация происходит, может быть, стоит все-таки за помощью обратиться к квалифицированным специалистам, а не заниматься самолечением, даже если оно кажется человеку эффективным в какой-то мере. Один-два раза в год, я считаю, это норма. Ничего страшного в этом нет. Тем более, если вот такая простуда хорошо заканчивается без каких-либо осложнений, в течение двух-трех, ну это максимум трех обычно, в течение двух недель остаточные симптомы уходят, и человек чувствует себя полноценным уже, выздоровевшим человеком. Такой вариант считается нормой. Если по какой-то причине вот эти простуды происходят чаще, чаще болит горло или чаще закладывает нос, или длительное идет восстановление после болезни, то есть в течение месяца не получается восстановить носовое адекватное, носовое дыхание. Конечно, в таком случае надо обращаться к врачу. Вообще пациент должен обращаться к врачу в любой ситуации, когда он не знает, что делать, когда его лечение выходит из-под контроля, и он уже сомневается в правильности своего лечения. А вот все-таки к чему может привести самолечение вот в отношении этой именно проблемы? В отношении заложенности носа самолечение может привести к хронизации, процесса, потому что пациенты часто начинают использовать сосудосуживающие капли, спрей, которые длительно использовать нельзя, потому что они вызывают так называемое привыкание. Привыкание осуществляется за счет того, что сосудосуживающие препараты принудительно сокращают мышцы, которые находятся в самих вот этих сосудах. И в постоянном напряжении мышцы не могут находиться. Через какое-то время наступает декомпенсация, мышцы становятся дряблые, уже самостоятельно сокращаться у них не получается. И это приводит к стойке заложенности носа, с которой очень сложно справиться на самом деле. Потому что иногда приходится и оперировать. Михаил Александрович, но вот все-таки причина заложенности носа только лишь простуда. Нет, очень много, может быть, и других причин, которые приводят к этой проблеме. Какие это причины? Наиболее часто это смещена с собой перегородка. Она как пусковой фактор является. Перегородка смещена у многих пациентов, у многих людей, практически у всех, в той или иной степени. Не у всех она приводит к каким-то последствиям. У кого-то она вызывает нарушение оттока из пазух, например. То есть она блокирует выход слизи, из той же из пазухи в момент воспаления. Это все переходит в развитие геморита, синусита. Она нарушает вообще работу полости носа. Потому что нос имеет две половинки. Каждая половинка работает зависимо от другой. Пока одна работает, вторая должна отдыхать. И они должны меняться. Это такой носовой цикл. И кривая перегородка, конечно, нарушает работу до носового цикла. Получается, что та половина, которая постоянно работает, а вторая половина постоянно отдыхает. И это приводит к постепенной декомпенсации через какое-то время и постоянному нарушению носового дыхания, с которым уже никак справиться самостоятельно не получается. Такое тоже бывает. Что в этом случае можете сделать вы и как можете помочь таким пациентам? В этом случае, в первую очередь, надо посмотреть, в чем причина. Потому что бывают и другие, не менее важные. То есть вот эти хронические воспалительные процессы. Бывают различные образования полости носа, которые вызывают затруднения носового дыхания, которые могут развиваться длительное время. И мы о их существовании можем даже не подозревать. Бывают различные полипы появляются в полости носа, которые на фоне каких-то аллергических состояний организма начинают появляться такие полипы. Бывают кисты после воспалительных изменений. Бывают инородные тела попадают после лечения зубов. Пломбировочный материал может попадать в пазухи, которые тоже вызывают воспалительные изменения в этих пазухах и впоследствии затруднения своего дыхания. Поэтому в первую очередь, когда этот симптом уже длится какое-то продолжительное время, надо обратиться к врачу. Надо, чтобы лор-врач посмотрел глазом, увидел какие-то характерные изменения. И уже назначил тактику лечения и дальнейшие действия. Сначала, наверное, все-таки диагностику, потому что мы должны быть уверены, что во всем полости носа нет каких-то дополнительных проблем, более серьезных каких-то заболеваний. Если говорить все-таки о диагностике, каким арсеналом вы располагаете в вашем отделении? Что может предложить госпиталь пациентам в этом направлении? Предложить достаточно широкий арсенал обследований. На самом деле у нас в отделении мы можем провести всем пациентам эндоскопию полости носа. Это одно из основных исследований, потому что при эндоскопии мы на мониторе с увеличением при помощи камеры можем рассмотреть все отделы носа полноценно. Также у нас можно выполнить компьютерную томографию. При компьютерной томографии можно также увидеть состояние всех пазух полости носа. Это и верхнечелюстные, и клиновидные пазухи, которые обычному осмотру, эндоскопическому осмотру недоступны. То есть во время компьютерной томографии это можно выполнить. И, конечно, с таким обследованием можно уже дать однозначный ответ, однозначно какое-то заключение по проблеме и выставить точный диагноз, ну и, соответственно, решение этой проблемы. Если нос не дышит, часто можно слышать, что доктор предлагает сделать прокол. Ведь говорят, что если делаешь один прокол, потом последует второй, третий, так ли это, и настолько ли это страшно. Потому что, когда пациент слышит это слово, мне кажется, все сразу очень начинают переживать. Да, пациенты от слова прокол начинают дрожать, боятся убегать куда-то в сторону. Потому что, мне кажется, воображение рисуют за такую страшную картину. Абсолютно страшную. Еще с детства пугают нас этими проколами наши родители, друзья, все, кто это перенес. Прокол, конечно, это инвазивная процедура, она неприятная, ее желательно избегать. Но вот такое бытует мнение, что сделал один раз прокол, и потом постоянно придется делать прокол. Ну, на самом деле это не так, потому что прокол мы делаем уже по какой-то причине. То есть уже какой-то синусит, гайморит, который мы подозреваем. И он уже сформировался почему-то по какой-то, опять же, причине. То есть прокол это уже идет как следствие. Поэтому, выполнив прокол, мы ничего не навредим. Тот травма, которая будет на слизистой, она заживает за несколько дней без следа. И потом уже никаких проблем от нее не будет. А если это не сделать, вот тут появятся проблемы. Если вовремя не обратиться к специалисту, если запустить заболевание. Особенно если это касается гайморитов, синуситов, то ведь это очень серьезные проблемы. Когда есть блок соусти в носу, когда пазуха не может сама дренироваться, прокол, это вариант выбора, это лечение, которое действительно помогает. Это может привести, если не сделать прокол, может привести к осложнениям. И осложнениям серьезным. Потому что бывают и орбитальные осложнения, когда гной попадает в клетчатку глаза. И начинается достаточно экстренные, серьезные осложнения, которые нужно обязательно контролировать. Также прокол имеет и важное диагностическое значение. Потому что при проколе мы можем наверняка знать, что в пазухе находится. Это самый простой, самый безопасный, не самый безопасный, но самый простой метод узнать, что находится в пазухе. Михаил Александрович, мы уже сказали о том, что кривая перегородка равно затрудненному дыханию. Знак равенства поставили между двумя этими понятиями. Но все-таки проводятся ли у вас операции по исправлению ситуации? Насколько легко они сегодня проводятся? Какие технологии вы используете? Операция у нас проводится. Операция достаточно рядовая. Мы проводим ежедневно. Операцию можно проводить как под местной анестезией, так и под наркозом. Мы выполняем эту операцию под эндоскопическим контролем. То есть под контролем камеры с увеличением. Для того, чтобы выполнить операцию максимально щадящей, с минимальной травмой, слизистой. И чтобы пациент вернулся в нормальное состояние. А насколько длительный процесс реабилитации? Нос начинает дышать после операции в первую неделю. То есть сутки находятся пациент с тампонами. После удаления тампонов в первую неделю потихоньку-потихоньку начинает восстанавливаться носовое дыхание. Конечно, полное восстановление идет в течение месяца. Но если работа не связана с физической нагрузкой или с какими-то вредными пылевыми факторами, то к труду можно приступить через 7-10 дней после операции. Ну, то есть достаточно быстро. Достаточно быстро, да. Есть ли такая возможность проведения данной операции под наркозом? Да, конечно. Мы в основном и проводим все операции под наркозом. Мы выполняем достаточно большое количество операций. И операции по высоким технологиям в полости носа. Это и удаление образования, образование основания черепа. И удаление полипа в полости носа. И полисинусотомия. То есть операции, которые подразумевают скрытие всех пазух. И удаление из этих пазух полипозной ткани. Все эти операции выполняются под наркозом. Все выполняются с применением высоких технологий. Стараемся выполнять, то есть по максимуму. И, конечно, от этого и зависит результат. Результат зависит от того, от квалификации врача, от настроя пациента, от оборудования, которым мы воспользуемся во время операции. Благо, в нашем госпитале оборудование позволяет выполнять эти операции на очень высоком уровне. К чему может привести затрудненное дыхание? Вот когда люди годами практически не дышат носом. Затрудненное дыхание на самом деле постепенно, постепенно ухудшает качество жизни. Ухудшает концентрацию внимания. Снижает какой-то общий жизненный тонус. Может приводить к повышению артериального давления. Может приводить к мигренеподобным болям каким-то постоянным. Количество пациентов, которые к вам обращаются с запущенными случаями, оно большое или нет? Вот если вот так, примерно на вскидку. На скидку где-то сложно сказать. Но часто приходят пациенты, которые годами живут с подобной проблемой и не обращаются к специалистам. Вот вы как считаете, почему такое происходит? Люди боятся просто вот этот, опять же, детский стереотип? Да, многие пациенты боятся. Многие пациенты слышали от друзей и знакомых, как им молотком били по носу, ломали перегородку. И это все сопряжено с какими-то такими ужасными эмоциями. И поэтому многие этой операции, да вообще любой операции в носу, боятся очень сильно. То есть они не готовы к этому идти, им нужно настроиться. Некоторые адаптируются к такому состоянию и начинают думать, что длительная заложенность носа – вариант нормы. Ряд пациентов начинает использовать капли и жить с этими каплями, с сосудосуживающими препаратами длительное время. И тоже не хотят обращаться, потому что я же вот вроде закапывал, вроде мне полегчало. Ну, три раза в день он использует эти спреи. Если вдруг с собой не оказалось, это приводит к паническому состоянию, потому что если вдруг заложат нос, что делать, не знают. Вы как считаете, лучше не бежать от проблемы, а решать ее? Конечно, конечно. Проблему надо всегда решать. Все должно выполняться строго по показаниям. Если есть показания, если есть желание пациента, для нас это зеленый цвет. Мы готовы помочь с распростертыми объятиями. Специалисты есть, оборудование есть, технологии есть, знания есть. Желание есть и возможности есть, потому что мы работаем и по программам высокотехнологичной медицинской помощи. Это федеральные программы, которые тоже оказываются всем пациентам. Мы проводим программы по ОМС, операции по полюсу ОМС. Мы выполняем также пожелания на платной основе и по полюсу ДМС, если есть. Ну и, конечно, военнослужащим. Это наша основная задача. Ваш основной контингент. Михаил Александрович, что бы Вы пожелали всем нашим телезрителям в завершении программы? Нашим телезрителям я бы пожелал бережно относиться к себе, внимательно относиться к себе, любить себя, дышать полной грудью, дышать через нос и хорошего весеннего настроения. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok